Лекция Пашимат Бхагаватам, песня 1, глава 5, текст 2 и 3, прочитанная Его Божественной Милостью, Хачебах Твиданда Свами Прабхупады, 22 мая 1969 года в общине Нью-Вриндавана. Мы будем говорить кое-что о том, как Фьесадев состоял Шимат Бхагаватам. Его звали Веда Вьяс, потому что он составил все ведические писания. Он был удивительно образован. В Пуранах существуют миллионы стихов. В Пуранах, в Махабарате, в Шимат Бхагаватам. Только лишь в Шимат Бхагаватам содержит 18 тысяч стихов. Махабарата содержит более чем 100 тысяч стихов. Подобным образом, есть много других Пуран. Помимо этого, есть Упанишады. Бхагаватам является автором, составителем всех этих ведических писаний. Но он был не удовлетворен даже после того, как он написал Веданта Сутру. Он обобщил все ведическое знание в виде сутры. Сутра означает код. Люди пользуются кодами. Вот, например, существуют коды в бизнесе, коды Бентли, коды Генри. То есть, одно или два слова несут большую информацию. Бизнесмены, у бизнесменов мало времени на записи или им некогда писать подробные телеграммы. Поэтому не пользуйтесь сокращениями, например, CIF. Когда вы делаете заказ, вы пишете CIF. Три буквы, которые означают «доставка входит в стоимость товара». Это означает, что товар будет доставлен к вашей двери. То есть, также есть много разных кодов в бизнесе. В армии, в воинских искусствах есть множество также сокращений. Веданта Сутра означает «кодекс» или «коды ведического знания». Сутра означает «коды». Как, например, Атата Брама Джигьянаса. Атха. Сейчас. Атах после этого. Брама. Верховная Абсолютная Истина. Джигьянаса. Человек должен вопрошать. Вы можете объяснить. В томах книг от этого Брама Джигьянаса. Есть разные комментаторы. Они объяснили. Когда должна начинаться Брама Джигьянаса? Когда человек должен подготовить себя к вопросам Верховным? Кто-то говорит «после Кармаканди, после того, как я закончу все возможные методы чувственного наслаждения, после этого, после этого?» Потому что слово «адха» теперь «поэтому Атаха». Это слово очень важно «адха». Почему «поэтому»? Особенно в Америке. Все американские юноши, девушки. Вы должны попытаться понять, что это за слово «адха». «Поэтому» означает, что вы наслаждались вашей материальной жизнью с такой роскошью и пышностью, как только можно себе представить, но, тем не менее, вы взбиты с толку, вы несчастны. Вы становитесь хиппи. Испытываете разочарование. Поэтому вы должны прислушаться к этому слову. Поэтому, поскольку вы потерпели неудачу, американцы потерпели неудачу достижения и высочайшего наслаждения в жизни, даже используя всевозможные материальные возможности, поэтому они должны проявлять большое желание понять, по крайней мере, не должны задавать вопросы, в чём причина. Не нужно беспокоиться по этому поводу. Вот здесь возьми. Итак, Брамаджигаса. 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 Это слово, даётся ответ Веданта-сутра. Что такое Браман? Что есть величайшее, скажем, величайшее счастье, а теперь вы наслаждаетесь материальным счастьем, но вы не удовлетворены, вы взбиты с толку. Тогда вы должны задавать вопросы, а в чём заключается величайшее счастье? Итак, эти кодексы очень важны, Веданта-сутра. Вы можете объяснить по этому, слово по этому, по-разному, согласно вашему пониманию. Но с научной точки зрения, слово по этому означает, что мы пытаемся отыскать изначальный источник всего. Мы пытаемся отыскать этот изначальный источник этого материального проявления. Почему мы стремимся к счастью? Почему мы сбиты с толку? Каков же изначальный источник? Но изначальный источник на это отдаётся ответ в следующей сутре, в следующем кодексе. Джанма-де-сяй-та-ха. Изначальный источник источник или счастья, или горя. Всего. Изначальный источник всего. Джанма-де-сяй-та-ха. Откуда всё исходит, говорится. Это то, откуда всё исходит. Страдание также простекает откуда-то. И счастье также откуда-то простекает. Этот материальный мир тоже имеет своё начало. Всё исходит откуда-то. Из высшего источника. И объясняется. Объясняется. Откуда берётся страдание. И откуда берётся счастье. Откуда берётся знание. Откуда исходит невежество. Да, это полнота. Это полное, целое. Итак. Бхагавад-гита объясняет, и Бхагаваттин также объясняет, что это за изначальный источник всего. Кришна говорит о Бхагавад-гите. Ахам-сарваси-прабхава. Я источник всего. Я источник счастья. Я источник страдания. Я источник всего. Источник Брахма, Вишну, Махешвары. Всего. Матах-паратарам-нанья. Нет более высшего источника, кроме меня. Тогда откуда берутся эти две вещи? Двойственность, страдание, счастье. Но это также дается ответ в Бхагавад-гите. Сарваси-чахам-кри-дисам-ни-вишту. Матах-смиртих-гьянам-апоха-нам-ча. Я пребываю в сердце каждого. Из меня исходит память и забвение. Зачем ты беспокоишь? Сядь. Слушай. Попытайся слушать. Итак, Матах-смиртих-гьянам-апоха-нам-ча. Человек забывает. И также человек помнит. Пометование и забвение. Почему человек помнит сознание Кришны? И почему человек забывает о сознании Кришны? На самом деле, изначальное положение, как говорит читание Махапрабху, дживирас-варупахай и нитя Кришна-дасы. На самом деле, изначальное положение живого существа это то, что вечный слуга Бога. Таково его положение. Оно предназначено для этой цели. Но оно забывает об этом. И это забвение также является джанмадисей-тага верховным. Почему? Потому что живое существо хотел забыть. Кришна-булия-живи-бхогаван-чхакаре пасете-майатаре-жапути-адхаре. Как, например, мы подражаем. Я думаю, что он очень наслаждается с каждым. Я тоже думаю, почему мне так же не попробовать наслаждаться, как он? Это естественно. У нас есть независимость так думать. Точно так же, когда живые существа, чьим долгом является служение Кришне, когда они хотят стать Кришной, когда они хотят стать Богом, хотя они собаки, тем не менее, они хотят подражать, их сразу же помещают под воздействие, под влияние Майи. Хорошо. Ты хочешь наслаждаться? Попытайся. Попытайся стать Богом. Материальный мир означает, что все пытаются стать Богом. Я пытаюсь стать Богом, ты пытаешься стать Богом. Происходит соперничество между Богами. Он забыл, что он собака, но он пытается стать Богом. Особенно в эти дни, особенно в Индии, в Бенгалии. Появляется столько инкарнаций Бога, негодяев. Так много. Как будто бы Бог это такая дешевка, что каждый может стать Богом. Итак, Бог дал нам шанс. Ну хорошо, хочешь попытаться стать Богом. Пытается стать Богом, но это асурический асурический образ мысли, например, Хирайника Шипа. Как только маленький его ребенок сказал, Кришна, Нарайна, он сразу разгневался. Кто это Нарайна? Он Бог. Я Бог. Какой это такой Бог? Ты что, пытаешься почитать какого-то другого Бога? Эта философия всегда присутствует и сейчас она очень популярна. Каждый хочет стать Богом. Столько с вами они приезжают в вашу страну. О, ты Бог, я Бог, это Бог, то Бог. Это происходит. И на низшем уровне люди действуют на основе ложного ощущения, что я тело, я ум, я разум. А позднее они начинают думать я Бог. Шримад Бхагаватам объясняет тот Верховный, из которого все исходит, Джанма Ди Сайта, Джанма Ди Сайта-ха. С самого начала Джанма Ди Сайта-ха. Бхагаватам очень хорошо объясняет все это. Вы читали наше английское объяснение в Шримад Бхагаватам. Итак, кто есть Верховный? Верховный Джанма Ди Сайта-ха. Верховный является Абигья. Он знает все. Но так называемые дешевые боги, знают ли они все? Они не знают даже о том, что произойдет в следующей секунде. Как, например, я слышал, был один бог, Мехер Баба. Он даже не мог предположить, что он попадет в автомобильную аварию, но тем не менее он говорил, что он бог. Понимаете? Шримад Бхагаватам это правильное объяснение философии. Каков изначальный источник всего? Это начало. Для Мадисиа это поэтому называется Бхасям Бхамасутра. Бхасям Бхамасутра. Бхасям Аям. Шримад Бхагаватам это правильный комментарий на Веданта Сутру. Итак, как было написано этот комментарий на Веданта Сутру? Сам автор объясняет в пятой главе Шримад Бхагаватам в первой песне. Вы можете попытаться понять это. А какая была причина после того, как Весадев составил все ведические писания вплоть до Веданта Сутры? Он был не удовлетворен. Он, тем не менее, был очень угрюмый. Но его духовный учитель Нарадамуни мог понимать, что Весадев ищет что-то. Он спросил у него, почему ты такой грустный? Говорю, что я пытался дать знания людям, насколько это возможно, насколько я извлек его из надежных источников, но почему я, тем не менее, не удовлетворен? И в это время Нарада пришел к нему и Весадев принял его это обязанность ученика оказывать должный прием духовному учителю. и когда он усадил его говорится, «Ататтанг сухамасинам упашинам брихатчава Деварси праха битпрасинг бина пани смаяннива». Итак, Деварши, когда он удобно усадил Нараду в руках, Деварши держал вину, винопатия называется сарасвати. Вина — это струнный инструмент, который носит Нарада, и также сарасвати носит вину, богиня учености Сарасвати. Ученики поклоняются сарасвати ради получения учености, материального знания, а мы байшнавы Нарада тоже сарасвати. Мы поклоняемся Нараде. Мой духовный дитель его называли сарасвати, сидханта сарасвати. сарасвати — это знание. Есть два вида знания. Авидья и видья. Настоящее видья означает Брама-видья. Брама-джигиуса — это настоящее знание. Авидья — карма-санди. Также еще один видья — это учиться технологии. Это Авидья. Авидья. И сейчас настоящий момент образования заключается в том, что людей учат, как тяжело работать. Карма-сангья. Это не только сейчас, это вообще система повсюду. Все хотят наслаждаться чувствами, насколько это возможно, и человек должен для этого трудиться очень тяжело. но в Шримад-бхагаватам вы найдете наставление Ришаба-девы, которое говорит, что эта жизнь не предназначена для тяжелого труда, ради чувственного наслаждения. Если вы тяжело трудитесь, пытаетесь тяжело работать для того, чтобы обрести сознание Кришны, тогда ваша жизнь обретет успех. Вы должны тяжело трудиться, если вы хотите наслаждаться чувствами. Это не так просто. До тех пор, пока вы не стали трудолюбивым, до тех пор, пока вы не любите работать, вы не сможете наслаждаться в этом материальном мире. Человек должен работать, потому что его обязанность стать слугой. Дживирасару поклоните Кришна дас. Если человек не становится слугой, Кришны, тогда он должен стать слугой Майи. То же самое. Чем мы занимаемся здесь, во новом Бриндаване или в телеподраку вместе? Мы также готовим, мы также убираемся. Это все для Кришны. Даже если мы устаем от уборки для Кришны, но это идет нам на благо. Да. Если мы работаем заняты тем же ради чувственного наслаждения, это просто напрасная трата времени. Такова технология сознания Кришны, что мы можем достичь высочайшего совершенства в жизни, занимаясь тем же самым. нидбандей кришна саммандей життаба ирага муччатэ. Итак, Вяславев, он также работал очень тяжело, он написал столько книг, бесконечное количество, но он не был счастлив. так, если вы работаете ради майя, тогда вы никогда не сможете быть счастливым. Вы устанете, и вы просто будете испытывать замешательство. Но если вы работаете ради Кришны, тогда вы будете счастливы. есть много примеров Арджуна. Он остался воином, вначале он был военным человеком, после того, как он выслушал Бхагавадди, он оставался военным человеком, но он воевал ради Кришны. Но вначале он воевал, он был военным человеком, и он хотел получить царство для чувственного осложнения. Итак, движение сознания Кришны предназначено для того, что просто изменить сознание. Может быть, мы, так сказать, занимаемся тем же самым, но когда мы меняем ориентир, то вы получаете высочайшее благо. Итак, Вьясадев чувствовал неудовлетворенность. Его духовный учитель обратился к нему, как Парашарья Махабхагавата. Махабхага означает Вьясадев, он был сыном Парашара Муни, он был великим мудрецом. Его мать звали Сачевати. На самом деле Вьясадев его матерью была дочь рыбака. Махабхагава. В Бенгале мы называем Мачери. Но поскольку отец его был очень велик, Парашара Муни, который в вопрос настоял очень острый отец или мать. Все рождаются властной карме, никто не отвечает за его рождение, поэтому каждый отвечает за свою деятельность. Вьясадев он был великим человеком, хотя он был сыном рыбака. Парашария к нему обращался к нему, мой дорогой сын Парашария Махабхага. Махабхага означает ты очень удачлив. Бхага означает удача. Бхагья. Махабхага. Парашария Махабхага. Не думай, что ты будешь худстворен с материальным телом или умом. Это невозможно. Паритасвати саридо атма манаса иву ва саридо суридо бхимани атма атма на суриде на качит кин паритасвати Ты составил столько книг на тему этой концепции жизни живые существа некоторые из них считают, что я это тело некоторые из них считают себя умом некоторые из них считают себя разумом но живое существо не является ни тем ни другим ни третьим оно выше, оно трансцендентно до тех пор пока живое существо не поднимается на это положение нет и речи о паритоше или удовлетворении это первый вопрос Патраджи Ланарина Муни он сказал дорогой Вьясадев ты такой великий ты родился у великого отца ты так учен Махабхага ты настолько удачлив но тем не менее весь твой труд в составлении всех этих книг основан на представлении о теле и уме поэтому ты не сможешь получить счастье затем он сказал недавно поскольку Вьясадев после битвы при Курукшатре он написал Бхарату Махабхарату историю историю Индии или историю об этой планете Махабхараты он говорит сарвардха ардха ардха означает интерес интерес существует четыре вида интересов мы заинтересованы в четырех вещах если мы на самом деле люди цивилизованные люди тогда мы должны быть заинтересованы в четырех вещах что это за четыре вещи дарма ардха кама и мокша в человеческом обществе для по крайней мере спокойной жизни в человеческом обществе должна существовать религия дарма и ардха означает экономическое развитие хорошие условия экономическое развитие это тоже необходимо и так первое это человеческое общество должно быть религиозным у них должна быть хорошая экономическая организация и затем кама у них также должны быть хорошие возможности для чувственного наслаждения чувственное наслаждение не отрицается дарма ардха кама и мокша и после этого когда человек удовлетворен когда он когда человек с помощью религиозной практики он удовлетворен в своем экономическом развитии он удовлетворил свои чувства затем следующая ступень это мокша мокша означает освобождение от материального рабства таковы четыре ардхи четыре варга пурушарта пурушарта означает интерес живого существа но это не последние нарада намекнет на последнюю пурушарту это последняя пурушарта шримад бхагаватам не так что если даже мы освобождаемся если мы погружаемся в существование абсолюта это тоже не последняя ступень поэтому шримад бхагаватам вы ее увидите в самом начале говорится дхарма прожита кайтаватра эти четыре принципа наших интересов то есть дхарма арха кама мокша прожита они выброшены из шимад бхагаватам и великий комментатор комментирую я хочу сказать шимад с вами он говорит что дхарма прожита дхарма арха кама мокша атра мухарисандирати париттятта Человек не должен стремиться даже к освобождению такового положения преданного. Например, Читания Махаправу говорит, «Наданам, нажанам, нажанам, насандарим, кавитам паджагадиша камни». Это дарма артха. Каждый хочет, каждый хочет деньги, каждый хочет хорошую жену, хорошую семью, хорошую, удобную жизнь. Читания Махаправу отрицает, он говорит, «Я не хочу всех этих вещей». Итак, вы должны очень тщательно подробно изучать Шримад Бхагават. Там даются очень удивительные объяснения великих предыдущихся преданных. Существует восемь видов комментариев на Шримад Бхагавату. Это все авторитетные комментарии, это необычные комментарии. Точно так же, существует девять видов комментариев на Бхагават-гиду. Итак, Шримад Бхагават-гиды, Бхагаватам являются явленными, сами по себе явленными писаниями. Как, например, когда есть солнечный свет, нет необходимости пользоваться лампой, чтобы увидеть солнце. Точно так же, Шримад Бхагаватам или Бхагават-гиды, это явленные писания. Вы можете пользоваться пословным переводом, если вы пытаетесь понять, и тогда вам что-то откроется. Тем не менее, существует множество ачарьев, которые могут помочь вам. Так Махабарда, Нарада Муни ссылается сейчас на нее. Он говорит, джиггяситам, сушампан-наби-бхагаватам, джиггяситам. Поскольку Бьясадев спросил у Нарады, это обязанность ученика. Как, например, Рупа Гаслами говорит, мы уже объясняли об этих вещах в Нектаре преданности. Вы должны задавать вопросы, и это означает, что вы должны проявлять любопытство. У кого спрашивать? Вы должны спрашивать у гуру, духовного учителя, который на самом деле может дать вам правильное знание. И духовный учител означает, он способен ответить на ваш вопрос. Человек должен проявлять любопытство. Какое любопытство? Спрашивайте своего духовного учителя о том, какой рейтинг у этой статьи. Как у бизнесмена? Нет. В общем, Бхагаватам также объясняет, о чем нужно спрашивать. Вы должны и спрашивать. Тасмад-гарум-правад-дейта джиггясу. Джиггясу инквэйр. Джиггясу. Любопытство, что это такое? О чем спрашиваете? Тасмад-гарум-правад-дейта джиггясу сей-ауттамам. Тот, кто задает вопросы, дабы понять уттамам, то, что лежит в вне этой тьмы. Потому что все, о чем вы спрашиваете, это материальные вещи, это тьма. Тамасима джиотиргама. А это уттама. Там означает тьма. Ут. Ут. Утгатам. Каждое слово имеет множество значений. Поэтому иногда необходим хороший комментарий, чтобы понять. Уттамам означает утгатам тамам. Тамам означает материальный мир. Когда человек спрашивает, чтобы понять о духовной жизни, тогда он должен принимать духовного учителя. Иначе нет необходимости. Духовный учитель — это не мода какая-то, что «О, я, у меня должен быть духовный учитель». Люди гоняются за модой. Сейчас нет. Человек должен проявлять любопытство к знанию. О чем знанию? Уттамам, шреутамам. Таково высшее совершенство в жизни. Если человек на самом деле задает вопросы, чтобы понять о высшем уровне совершенства в жизни, тогда он должен искать духовного учителя. Таково показание. Здесь народа говорит, «Ты, джигьясатам, ты задал вопрос». И после того, как ты задавал вопрос, ты также потрудился хорошо, потому что Гьясадев, он написал столько книг, как, например, мы пытаемся писать много книг. О чем эти книги? Это означает, что все, что мы поняли у нашего духовного учителя, я пишу в виде книг. И это все. Итак, человек должен быть любопытным. Он должен усваивать знания. Исушампанам. Это называется «шраванам киртанадишна». Мы задаем вопрос, это означает «шраванам». Задавать вопрос означает получать ответ, и это слушание, и затем усвоение, затем киртанам. Это тогда, когда мы распространяем знания в мире. Такого указанияши в читании Махапрабху. Он говорил, каждый, кто родился на этой священной земле Индии, Барт Варши, посмотрите, вот как в читании Махапрабху, он уполномачивает каждого индуса. Каждый индус получил возможность, потому что он вырос на земле религии, земля знаний, земля духовного знания. Но эти негодяи, они их учат, что отбросив все эти книги. Сейчас Индия в таком несчастном состоянии. Они рекомендуют массовый убой скота, коров в Индии, чтобы делать бизнес. И, к сожалению, мы... Теперь эти негодяи управляют нами. Чем скорее индусы оставят все эти глупости, тем лучше, тем лучше. Итак, Джигьяситам. Нарада говорит, ты хорошо задавал вопросы, и ты написал много хороших книг. Джигьяситам Сусам Панам, Абитай Махат, Адбутам. И ты обладаешь удивительным знанием. Все заслуги были даны в Ясадеве. Адбутам. Джигьяситам, Адитам, Ча Брама, Яттат, Санатанам. Не только какие-то обычные вещи, не только материальные знания. Но ты вопрошала Брама, не только Брама, Джигьяса, Санатанам. Брама означает вечный. Что же не является Браманом? Это временная вещь. Итак, Санатанам, ты задавал вопросы о Брамане, ты усвоил это знание, ты составил очень удивительные книги Адбутам и историю Махабхаратам, Сарварта, 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 Парибрингхитам. И в этой Махабхарате ты предоставил всю информацию о четырех принципах совершенства, а именно Дхарма, Артха, Кама, Мокша. Также в Махабхарате есть Бхагавад-гита, в Бишма Парви. Так, Татхапи Шо Чити. Татхапи, тем не менее, ты такой грустный. Смотря на то, что ты сделал все это, ты тем не менее угрюм. Теперь, видите, мы учим наших учеников обращаться друг к другу к Прабу. Но это не новое, какое-то новое введение. Это очень старая традиция. Нарада Муни обращается к Виасадеву Прабу, хотя он его ученик. Итак, мы должны уважать, мы должны... Как, например, мы обращаемся к Киртананадам Ахарадж. Он мой ученик, но я должен почитать его. Нарада обращается к Виасадеве Прабу. Мой дорогой Прабу, тем не менее, ты скорбишь, ты сделал столько удивительного, ты такой ученый, ты задавал вопросы о трансцендентных темах, ты составил столько замечательных книг. Почему? Почему? Ты такой грустный, нужно задавать такой вопрос, причем причина. Это очень интересные вопросы, которые народу задавал Виасадеве. Вот.